В последнее время мы все чаще слышим о том, что люди стремятся найти себе укромный уголок. Ну, конечно же, это связано с тем, что у нас очень высокий темп жизни, вокруг очень много разных людей, особенно если вы работаете с людьми и постоянно находитесь в обществе, то, конечно же, хочется как-то уединиться немножечко и с семьей куда-то отправиться. И желательно, чтобы это укромное место было на природе. Так вот, архитектор Скотт Юис из Лондона вместе с подругой придумал отличное решение. Они создали классный проект в глубинке – микродом. Компактная постройка с рифлеными фасадами и панорамными окнами стала убежищем от городского шума пары молодых лондонцев. Вот, пожалуйста, на экране этот самый дом. Кстати, идея пришла им во время карантина. Здание спроектировали с помощью системы Вики Хаус. Оно собрано вручную из натурального дерева. В качестве утеплителя авторы использовали экологичные материалы, такие как овечье шерсть и древесиное волокно. Льюис установил энергосберегающую вентиляционную систему, сухой туалет и душераспылитель, который помогает сэкономить до 40% воды. Вот мне что нравится, вот все проекты подобные, они еще и на экологию направлены. Это замечательно, когда люди, строя что-то новое, задумываются об окружающей среде. Домик расположили в идеалистическом окружении пологих холмов, полей и пастбищ. Минималистическая дощатая терраса позволяет проводить время на улице в хорошую погоду и даже принять ванну на свежем воздухе. Представляете, вот, кстати, выглядит как окно поезда. Мне что нравится, это как раз виды, которые окружают этот самый дом. Полная тишина, размеренность и ощущение спокойной жизни. Но не только, кстати, видами примечательна эта постройка, потому что в интерьере хижины все продумано до мелочей. Панорамные окна обеспечивают отличные виды на окрестности. Жилые зоны логично распределены. Спальное место расположено на антресоле, под которой находится ванная и кухонный блок. Напротив нее видовое окно с диваном и компактным обеденным столом. Нашлось место и для встроенной библиотеки с тщательно подобранными книгами. Но я думаю, что здесь действительно пришлось выбирать только самые любимые произведения, потому что в такой дом вряд ли вошли бы все ваши любимые книги, вот, советская энциклопедия, там, и так далее. Ну, как по мне, получился отличный проект. Он еще и соответствует современным трендам. У человека должно быть все только самое необходимое. Куча вещей только мешает нам и загромождает не только пространство, но и наш мозг, и напрямую связано с нашей продуктивностью и так далее. Думаю, что и вы можете обустроить что-то подобное. Безусловно, это потребует не только фантазии, но и вложений. Если уж вы настолько решите, что называется, запариться, что будете устанавливать там и души, туалеты, полностью благоустраивать этот дом, можно ограничиться чем-то вроде шалаша. Вот берите на заметку, можно сделать что-то такое, даже на своем дачном участке, особенно если у вас есть дети. Мне кажется, они обрадуются и будут очень классно проводить время в таком замечательном, уютном домике. Да и вы тоже, я думаю, частенько будете на чашку чая к ним заглядывать. Вдалеке от городской суеты. Вдалеке от городской суеты. Спасибо, Влад, было очень интересно.